Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Дима Дмитренко и Оля Райская поняли, что их решение жить вместе было необдуманным и скоропалительным. Дима написал в своем микроблоге, сегодня мы поняли, что поторопились, но мы пара, наши отношения будут развиваться. На днях Оля улетает на сессию в Казахстан, я буду ее ждать, мы будем созваниваться с ней по видеосвязи. Ольга Рапунцель начала активно засматриваться на Семена Фролова. Девушка Семена Руслана Мишина сообщает, я поддерживала Ольгу в трудную минуту, где были мои глаза. Так обидно, когда общаешься по-доброму с человеком, а человек просто показывает своим действием все свое отношение к тебе. Ладно, Оля опустилась в моих глазах, но Семен-то куда? Отвечает ей комплиментами, смотрит на нее, как и на меня. И это не просто взгляд. Женщины меня понимают, я думаю. Очень не хочу терять Семена. Подписчики в комментариях советуют Руслане. Семен не твой человек, не привязывайся к нему. Более того, Семен не чей человек. Он просто неплохой парень, но ему никто не нужен. Он холостяк по жизни. Преподаватель школы актерского мастерства Алексей Секирин в своем видеоблоге извиняется за свое поведение на поляне. Как вы помните, он на вечеринке, которая была устроена в честь окончания занятий в школе актерского мастерства, много пил, целовался с Татой Абрамсон, а затем проснулся в постели Саши Харитоновой. Немножко стыдно за то, что было, говорит Алексей, но из песни слов не выкинешь. Марина Африкантова окончательно разорвала отношения с Андреем Чуевым, и она настроена очень решительно. Она на лобном сообщила всем, что ей такие отношения не нужны. Татьяна Владимировна рассказывает, Марина позвонила Андрею и сказала, что ей все это уже надоело, она отходит в сторону и больше не считает его своим воздыхателем. И самое главное, сказала, что не верит в его стройку и рада, что не дала ему ни одной копейки. Андрей же ответил, что ему все равно, у него есть любимые люди, бабушка и дочь. Саша Гозиас вновь опозорилась перед участниками и зрителями, продемонстрировав грязные танцы. На этот раз девушку запечатлел Влад Кадони, она исполняла одну музыкальную композицию. Внимание привлек рисунок на ее лосинах. На уровне интимного места находился рисунок Аллы Куд, которыми, двигаясь в такт со словами песни, Гозиас завлекала оператора. Это делало действия Саши вульгарными и пошлыми. Поклонники переживают за Ксению Бородину. Они стали обращать внимание, что Ксюша появляется на важных мероприятиях одна, без мужа или в компании подруг. Сначала это была премия популярного канала, где Бородина позировала одна. Затем она побывала на свадьбе у своего директора, но и там Курбана не оказалась. А ведь до этого момента они были всегда вместе. Более того, в профиле Ксюши теперь почти нет совместных фотографий с мужем. Пока ни Ксения, ни Курбан не делают каких-либо заявлений, они отмалчиваются. Ну а фанаты Ксюши надеются на лучшее. Вика Романец отправилась в гости к своему отцу на Крымское побережье. У него был день рождения, поэтому она решила поздравить своего самого близкого человека лично. Любимому папе 50, самый красивый и любимый, написала она. Бывшая участница проекта Алена Водонаева рассказала, почему она скрывает своего сына Богдана. Алена часто публикует снимки со своим возлюбленным и подписчиков заинтересовал факт, где же ее сын. Неужели он не живет с ней? Алена ответила на все вопросы. Богдан почти всегда за кадром, у него свой закрытый аккаунт, который я веду только для друзей и родственников. Я не очень люблю его светить здесь, хотя иногда делаю исключения. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!